Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь Виталий Ерофеев на канале Чувство Знания и я буду сегодня говорить о такой непростой теме о сексе потому что в этой теме очень много чего сказано и найти такое интересное национальное какое-то зерно которое вам чем-то помогло очень сложно но тем не менее я этот клубочек-кубочек расплю и кое-что вам покажу сейчас такое интересное что вам поможет, возможно, в вашей жизни решить какие-то свои насущные проблемы задачи каких-то непростых отношений и связей между мужчинами и женщинами у женщины имеется совершенно определенная цель цель это попасть в жизнь мужчины а у мужчины цель какая, которую многие мужчины не осознают но тем не менее это цель, именно важная цель попасть в тайну женщины то есть что там такое в этой женщине, какая там тайна именно это связано с темой самосознания женщины о которой я вам говорил в предыдущих видеороликах этого плависта где я вас спросил и убеждал в том, что необходимо раздевать свое самосознание так вот, когда у женщины имеется самосознание, то в ней тогда имеется большая-большая тайна которая интересна мужчине наша цель сегодня какая у нашего видеоролика о том, чтобы показать, что тут есть такой интересный путь к успеху сексуальному то есть не во время секса, а после секса чтобы мужчина узнал тайну, а женщина попала в жизнь вот, так вот, наше первое постулат наше правильное поведение а правильное поведение означает в том, чтобы перестать думать думать во время секса или после секса перестать думать размышлять или рассуждать об отношениях и связях это важно, то есть не надо думать об отношениях и связях, как только вы начинаете думать об отношениях и связях, то что происходит, получается такая интересная штука, что между мужчиной и женщиной возникает человек, именно тот человек, который вам помогает эти отношения и связи развить, ну это как бы не конкретный человек, а который стоит там со свечкой, помните такой анекдотичный пример, да, третий личник, который стоит со свечкой, да, и свидетельствует, что вы там делаете, нет, ну это как бы близкий к этому образу анекдота, да, что именно третьим личным является человек, когда вы начинаете думать об отношениях и связях с вашим партнером, но это думание, ваше думание происходит от чего, от того, что вы беспокоитесь, а то, что вы близки к какому состоянию страха, да, что что-то происходит не так, вы не можете прийти к своей цели, которые вы свои поставили в этих отношениях и связи с вашим партнером, то есть, а эти цели, как я вам сказал, они, они взаимопротиворечат друг другу, то есть, мужчина хочет попасть в тайну женщины, а женщина этого не хочет, она не хочет пускать туда мужчину, и в то же время у мужчины совершенно такое же отношение к женскому стремлению попасть в его жизнь и лишить его свободы, так вот, эти вещи как бы беспокоят обоих партнеров, партнер начинает размышлять, как эти проблемы решить, и вот тут появляется состояние взаимого человека, который помогает эту проблему вам решать, но он берет свою цену, какую цену он берет, он берет те самые знания тайны женщины себе, а в то же время, б, да, попадает в жизнь мужчины человек, женщина не впадает, а как бы впадает туда человек, вот такая проблема, это очень, очень, наверное, такая, закрытая проблема, затуманенная такая проблема, ее не видно никому, люди стараются не обратить внимание, когда она явная становится, они начинают искать виноватого, ты виновата, он виноватый и тому подобное, но есть виноватых нет, потому что вы создаете отношения и связи именно в сексе, а секс это не является отношениями и связями, это совершенно другая категория, категория совершенно другая, и там очень большие такие вещи находятся, которые не могут даже сравниться с отношениями и связями, это категория жизни и категория вечности, и когда вы, мужчина и женщина, попадают в состояние секса, именно тут нет места человеку, тут есть место мужчине, тут место есть женщине, так вот вы в первую очередь должны стать мужчиной и женщиной, прежде чем попасть в это состояние, чтобы у вас был гармоничный выход, то есть был, чтобы в состоянии успеха, успех достижигает попаданием в жизнь женщины, а мужчина узнаванием тайны, благодаря этой тайне мужчина достигает своего успеха, такого-то, да, а женщина способна в жизни расти, принести в этой жизни плод свой, да, как бы, и здесь мы говорим, конечно, о проблеме сотворения человека, о которой я говорю в том везде сотворения человека, я вам говорю, что если вы допускаете, что нет человека, то тогда вы смеете возможность сотворить человека, вот именно в сексе вы можете вдвоем начать сотворять человека, то есть буквально, в смысле, как это мы называем состояние полого, да, состоит, половое отношение создаем именно в женщине, в зачатии ребенка, такого человека, да, и другого человека создаем именно в жизни мужчины, да, то есть такое большое сердце человека, да, мы создаем, то есть второй, второй важный постулат, то есть прекращаем в первую очередь думать, прекращаем рассуждать, разобрать, шлять, то есть мы становимся глупыми, это очень важно, быть глупыми, поэтому состояние глупости в сексе, оно, как бы, превалирует, здесь нет места уму, нет места принятию каких-то решений, да, здесь состояние глупости, делать глупости очень полезно в этом состоянии, в состоянии секса в своей постели, да, потому что вы должны быть, как бы, в единое состояние глупости, единое, и чтобы в этом не действует, и такое противоречие решить, когда противоречие, когда отсутствие столкновений, да, противоречие столкновений двух интересов у мужских и женских, но женщина опасается, что ее могут тормонуть, так же, и мужчинам опасаются, что ее могут тормонуть, И этот обман появляется, когда присутствует человек. Если человек не присутствует, то вас никто не обманет. И женщина по этому пути говорит, что сейчас меня обманут, я хочу быть опытной, быть неопытной и не допустить этого обмана. Таким образом, она обращается к опыту. Опыт, опять же, создает препятствия мужской цели проникновения в тайну. То есть, когда создается опыт, я вам говорил об этом в ролике предыдущих, о том, что самосознание – это совершенно не опыт, это очень гладкая поверхность. Оно очень ранимое и очень похоже на лобную гладь, такое состояние покоя. А опыт – это такой камень, такой груз. Вот этот груз женщина на себе несет, она в себе его несет. То есть, она даже такая себя ощущает опытная женщина, способная именно добиться своих целей. Но эта цель, как бы, не совсем творческая, она не приводится к творению творческого человека. То есть, ребенок рождается нетворческим, ребенок рождается рабочим, любослужащим. Вот такой женщина. Поэтому, что мы делаем у женщины для того, чтобы избавиться от опыта хотя бы на время? То есть, в том, что этот третий будет пункт в сексе, в постели, отсутствует время и отсутствует пространство. Вот когда у нас нет там опыта, совершенно не тот никакого опыта. И у мужчин там нет никаких навыков, за которые не цепляемся, да? Так вот, наша проблема в чем? В опыте. А опыт где находится? Опыт находится в нашем, вот здесь, в нейронах. Он там копится в этих мозговых резервинах, так чтобы от него избавиться. Надо что сделать просто? Надо быть немножко актерством, заняться. Надо создать иллюзию какую-то. Иллюзию с помощью тела. Надо поиграть маленько. Поиграть в какие-то такие невинности, какую-то поиграть, изобразить и так далее. То есть, ваше тело, в нем опыта нет. Ваше тело постоянно обновляется, постоянно обновляется. В нем постоянно новое, 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 новое взаимодействие. Каждая секунда ваше тело новое, никакого опыта оно не держит тело. Все из него выходит. Это вы прекрасно знаете, в теле опыта нет. Поэтому, если вы начинаете зимнять свое сознание с помощью поведения, актерского, то, соответственно, ваше тело воспринимает это как чистый момент. И очень легко таким способом разжирается ваш опыт, превращаясь в такую субстанцию, способную, куда способен проникнуть мужчина. Вот водную гладь такую, ровную скажем тогда. Ну, может быть, кисель, скажем так, или глина какой-то хотя бы для начала. Вот тогда мужчина позволит в этом проникнуть, втайну проникнуть. Именно при отсутствии времени. При отсутствии времени. А отсутствие времени – это когда вы независимая женщина. То есть, а вы независимая, опять же, такая, тут цепочка такая логических умозаключений, которые раньше вам рассказывал о независимости женщины, в поле листе от сотворения человека. То есть, вы становитесь независимыми, тогда именно вы полностью получили как женщина, да? То есть, нет места человеку. Ну, именно достижение сексуального успеха, мы говорим именно о успехе после секса, который ощущается. То есть, мужчина не должен превращаться в рабочего и слугу в постели, да? Когда он пытается удовлетворить и женщину, и себя, и, то есть, с помощью каких-то навыков своих, да? Ему надо тоже избавиться от этих навыков. Эти навыки ему мешают. То есть, женщина такие еще есть, эти женские такие приколы, что «Ой, это вы мужчина неопытный», «Ой, вы мужчина неопытный», и так далее. И мужчина еще больше прессует себя. Ага, он ищет себе опыт, навыки и так далее. И еще он тебя загоняет в угол, в котором женщина легко его, короче, с помощью своего опыта нашимкует и съест. Так вот, мужчина тоже должен быть глупой, делать глупости свои в постели, вот в сексуальной постели, чтобы убрать из себя навыки. Навыки, которые основываются на основании чего, на основании законов. Чтобы женщина могла пройти, пройти в жизни мужчины. Иначе по-другому просто туда не пройти. Потому что там кругом решетка, кругом заклона. Туда женщина ни дороги нет. Никак она не пройти. Катается тем более наопытная, к помощи камня. Это даже когда она как глина, она будет разрешенная такая. Или даже как вода. То есть, она пойдет, вода придет, а вода не собирается. Так, как сказал. Но еще один пункт, который мне хотел сказать. Это тема сна. Тема сна очень важная тема сна. То есть, вы же освободились от ума и от сознания во время секса, да? И для того, чтобы ума и от сознания полностью освободились и стали разумными такими, понимаете? То есть, именно мужчинам и женщинам необходимо вместе спать. Чтобы ума и от сознания полностью освободились от состояния человека. То есть, чтобы умы и от сознания были свободны и независимы одновременно друг от друга и от человека, да? То есть, состояние разума такое есть, состояние, да? Тогда ума может принять разумное решение утром рано. Говорит с тобой о теме, что утром и вечером утренее. Так вот, утром и вечером утренее, потому что вы должны или как стараться именно спать вместе какое-то длительное время, да? Именно буквально спать. Ну, в принципе, дорогие друзья, я все сказал, что хотел сказать. А именно, это главные пункты, это прекратить думать, размышлять, рассуждать во время секса, до секса и после секса, да? Обязательно прекратить, именно чтобы достичь этих целей, важных целей, попасть в тайну женщинам, попасть в жизнь мужчины. Нам необходимо, чтобы именно в постели, именно в сексе находились мужчина и женщина. Чтобы здесь не было посредника, не было человека, не было сведения, да? Который эти ваши достижения, достижения заберет в себе. А вы опять останетесь голые. Вот именно тема голые. Почему вы голые? Потому что вас все забрали. Чтобы достигли, у вас забрал человек. А вы, мужчина и женщина, должны сотворить человека. Поэтому спасибо вам за внимание. До новых встреч. С вами был Виталий Арофеев на канале Чувство знаний. Всем пока. Надеюсь, вы еще заглянете ко мне.